Приветствую всех любителей игры миллионов на своем канале Футбол Сан. Представляю впечатление про ответный матч 1-8 финала Лиги Европы 2023-2024 Байер Леверкузен Германия Карабах Агдам Азербайджан. И в первые 10 минут фармацевты чудом не забили хотя бы год с шести ударов по воротам. Один только Борха и Глесиас четырежды мог открывать счет. А все потому, что защитники Карабаха играли самоотверженно, смело бросаясь под удары соперников. Иголкипер Лунев отражал все, что летело в его ворота. Дальше штурм ворот Карабаха сошел на нет. Просто потому, что играть постоянно в таком сумасшедшем темпе долгое время просто невозможно. Байер перешел к планомерному давлению на ворота соперников. Но и футболисты Карабаха уже стали прорываться к штрафной Леверкузенцев и пару раз в сторону ворот пробили. Мог повезти Байер после грубой ошибки после скидки защитника Луневу. Но гостям повезло, мяч после удара просвистел рядом с левой крестовиной их ворот. А завершился первый тайм просто феерично. Сначала прорыв жунини по правому краю стал полнейшей неожиданностью для фармацевтов. Попасть бразильцу в ближний угол не дали, но потом было два подряд угловых у ворот Байера. А дальше накосячил с пасом у своих ворот Лунев. И как не забил Вирц с центра штрафной перед пустыми воротами, кто его знает. Мяч от крестовины отлетел за пределы поля. Хотя там и было подозрение на аутсайд. Но момент красноречивый. Ведь не единственный подобный косяк от футболистов Карабаха. Второй тайм. Копия первого. Байер размеренно атакует, создает моменты, а забивает Карабах. Отличная комбинация. Леандро Андраде с правого края навесил вдоль ворот. И Абделла Зубир замыкает головой дальнюю штангу. 0-1.58 минута. Радость всей команды Карабах. Да и всего Азербайджана. А тренер Гурбан Гурбанов показывает своим подопечным. Спокойствие. Только спокойствие. Но очень скоро радость от забитого гола сменилась тревогой. Жафар Кульев малозаметным жестом схватил за футболку вырывавшегося пустое пространство по правому краю Карабаха Фримпонга. И тот, забежав по инерции, в штрафную упал. Судья достал желтую карточку, которую после просмотра сменил на красную. Карабах 63-й минуты играет в меньшинстве. И тем более ценен второй гол гостей. Опять стремительная контратака. И снова прорыв по правому краю на сей развешивается. Прострел от лицевой линии. И набегающий по центру Жунинио подсекает мяч в левый от себя угол ворот Байера. 0-2. Это что-то невероятное. Лидер Бундеслиги, почти чемпион Германии, проигрывает Карабаху, который играет неполным составом. Вот тут-то команда Хаби Олонца проснулась окончательно, потому что как-то неприлично ей проигрывать в такой вот благоприятной ситуации. И Джереми Фримпонг на 72-й минуте один мяч отыграл. И пошла атака за атакой. Футболисты Карабаха сражаются, как львы, обиваясь от осады своей штрафной изо всех сил. А потом случилось дежавю бакинского матча, когда Патрик Шик на 90-й плюс второй минуте там сравнял счет. В Ливеркузене произошло то же самое, только на 90-й плюс третий. А потом на 90-й плюс седьмой Шик шикарно откликнулся на навес, избежал овсайда и головой с правого края вратарской пробрасывает головой мяч мимо рук Лунева. 3-2. Свой шанс свести поединок к овертайму Карабаху пустил на 90-й плюс девятой минуте. Да, вот это поединок. Багер вырывает путевку в четвертьфинал Лиги Европы, проигрывая 0-2. А Карабаху нужно сказать огромное спасибо за этот евросезон. Болеем за наши команды. С вами был Саныч. До новых встреч.